Я потихоньку готовлюсь к своей следующей виндовой сертификации, но все равно у меня осталось время разобраться с процессорами. Мы сейчас с вами будем говорить о следующей процессорной архитектуре от Intel, это Haswell. Идем по прежнему плану, разбираемся с архитектурой Intel, поэтапно, параллельно разбирая какие-то технологии и новшества, которые у нас Intel вставляли в процессор. Итак, это 2013 год, это микроархитектура четвертого поколения процессоров Intel Core. У нас это этап так, то есть тут значительное изменение микроархитектуры, при этом остался тот же самый техпроцесс 22 нанометра и трехмерная структура затвора транзистора. Само количество кристаллов здесь подросло на 200 миллионов и они стали намного плотнее расположены на кристалле. Одной из существенных особенностей этого поколения процессоров Haswell это очень хорошее снижение энергопотребления. Он потребляет на 30% меньше электроэнергии по сравнению с аналогами Sandy Bridge и в некоторых режимах потребляет в 20 раз ниже даже. Об этом я сейчас вам расскажу. Значит, есть новый режим работы этого процессора. О них вам желательно почитать отдельно, я вам в описании к видео скажу. Значит, раньше были отдельные состояния процессора, которые являлись состояниями сна. Есть несколько состояний сна. Были раньше S3, S4, здесь появились состояния сна, которые называются S0IX. Которые отличаются меньшим временем перехода в рабочее состояние, то есть компьютер у нас быстрее просыпался. И в то же время они добавили еще один режим. Это режим C7. Это новое состояние простоя процессора, при котором выключается основная часть центрального процессора. Он не потребляет энергию этой основной частью, при этом изображение на экране остается активным, что интересно. Минимальная частота работы процессора в простое 800 МГц. Это тоже очень сильно снижает энергопотребление. Режимов этих очень много, вы можете их погуглить, почитать. И все эти режимы можно включать, выключать в биосе. Следующей особенностью Haswell был интегрированный векторный сопроцессор. Вектор здесь, это у нас не понятие из графики, где есть векторы и растры. Векторы это массивы данных. То есть у нас появляется новый сопроцессор, который может выполнять операцию над векторами. То есть одновременно над массивами данных. Большинство процессоров являются скалярными, то есть они могут работать только с одним операндом в единицу времени. Векторные могут работать с массивами. И в Haswell появился интегрированный векторный сопроцессор. Вообще там было очень много интересных изменений в архитектуре, потому что это именно этап так. Изменения в архитектуре я вам самые знаковые такие говорю, без углубления. Значит, появилась память EDRAM объемом 64 МБ, как отдельный кристалл, но в общей упаковке. Она появилась не на всех процессорах, только в некоторых процессорах семейства вот этого Haswell. Сама по себе вот эта вот память EDRAM, это MDRAM, встраиваемая DRAM. Это память на основе конденсаторов, которая, как правило, встраивается в тот же самый чип или в тот же самый корпус, что и основной процессор. Так как эта память, вы видите, находится фактически на одной подложке с процессором, то, само собой, обмен информацией с ней очень на большой скорости происходит. В этом и плюс это EDRAM. EDRAM вообще используется, как правило, в крупных процессорах PowerPC от IBM, во множестве игровых приставок, в айфонах и так далее. Но вот и в архитектуре Haswell компания Intel тоже присутствует такая встраиваемая память. Также важным новшеством является появление дополнительного интегрированного регулятора напряжений. Это отдельный кристалл, который находится под той же самой общей распределительной крышкой на процессоре и позволяет управлять питанием процессора. Прошлые всей архитектуры требовали подводить к себе различные напряжения для графического ядра, для системного агента, для ядер и так далее. Теперь к процессору через сокет на материнской плате подводится только одно напряжение 1,75 Вт. И уже встроен регулятор напряжения, это напряжение разводит дальше внутри процессора. Это позволяет проще проектировать материнские платы, точнее регулировать напряжение внутри процессора, и как следствие мы получаем очень хорошую экономию электроэнергии. Очень важной особенностью является также появление дополнительного расширения команд TSX для работы с транзакционной памятью. Само понятие транзакционная память это интересное понятие, связанное с параллельным программированием. То есть сами по себе параллельные программы, они работают довольно-таки сложно, потому что они работают с общей памятью. Им нужно как-то синхронизировать доступ параллельных процессов к какому-то ресурсу. Есть несколько механизмов такого доступа. Например, есть самое распространенное средство, это блокировки, когда перед доступом к данным доберется блокировка, данные записываются, блокируются, затем блокировка снимается и так далее. То есть по очереди процессы имеют доступ к каким-то совместным ресурсам, используя эти блокировки. Но это очень сильно тормозит потоки. И смысл параллельного программирования как бы в том, что у нас наоборот программа бы выполнялась быстрее. И как раз, чтобы не тормозились потоки, позволяет, используется транзакционная память, которая работает с данными при помощи транзакций. Выполняется это таким образом, что у нас текущая транзакция считается как бы единственной над текущими данными. И затем после выполнения транзакций смотрится, были ли конфликты с другими транзакциями. Если их не было, а это наиболее частый вариант как раз-таки работы, то изменения принимаются. Если конфликты были, то транзакция повторяется еще раз. Вообще транзакционная память есть программная, есть аппаратная реализация, но аппаратная реализация гораздо реже используется. И как раз-таки расширение команд TSX позволяет работать с вот этой транзакционной памятью. Это важно. Значит, про сокеты ничего особенного говорить сейчас не буду. Мы как-нибудь с вами уже начнем разбираться с материнскими платами. Там будем такое повышенное внимание уделять сокетам. Здесь у нас используется вместе с Haswell сокет 1150, или он же еще называется H3. А процессоры серии Haswell E устанавливаются в сокет LGA2011v3. Ничего особенного, точно так же в названии у нас присутствует количество ножек. Вы можете в интернете посмотреть распиновку ножек, какие ножки, по каким передаются данные, какие по каким передаются напряжения, если вам вдруг это интересно. С появлением Haswell Intel стал разделять ассортимент своих десктоповых процессоров на две группы. Это настольные мобильные версии и специальные версии для ультрабуков. Само собой еще отдельные северверные версии. Значит, с настольными, мобильными и ультрабуковскими все как всегда. Это различные версии Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron. Северная версия это Xeon E3. Значит, пришло два новых индекса процессора. Это Index U и Index Y. Это процессоры с пониженным энергопотреблением для ультрабуков и процессоры со сверхнизким энергопотреблением для ультрабуков. То есть, отдельные серии процессоров для ультрабуков, которые отличаются тем, что они, во-первых, меньше потребляют энергии, чтобы ультрабук дольше работал. Во-вторых, они меньше греются, чтобы ультрабук легче охлаждался и работал быстро. Причем для десктоповых процессоров были сильно улучшены области автоматического и ручного рак сгона, повысили коэффициенты турборежима, повысили лимиты на питание и напряжение и так далее. То есть, было очень много способов разгона для большинства этих процессоров. При этом флагман Core i7, он отличался от всех остальных тем, что в нем был гипертрейдинг и в нем был увеличенный объем кэш-памяти L3. Опять же, там довольно-таки широкая линейка процессоров. Я вам перестал по каждому из них показывать слайды. Кто хочет, может открыть и посмотреть любую табличку, и там будет понятно, какие процессоры были и чем они отличались друг от друга. И последний слайд на сегодня – это новый интерфейс, который использовался для работы этого процессора. Но тут даже дело не в том, что новый интерфейс. Интерфейс DMI 2.0. У них уже был интерфейс DMI. Директ-медиа интерфейс – это шина, которую Intel впервые продемонстрировал в 2004 году в своих чипсетах, который позволял соединять процессор, южный мост материнской платы и северный мост материнской платы. Насколько мы с вами уже помним, у нас северный мост материнской платы постепенно интегрировался в процессор, южный мост еще некоторое время оставался. Так вот, в 2011 году Intel представил нам DMI 2.0. Скорость передачи данных там увеличилась в два раза, но интересно тут то, что появился вариант работы с микросхемой платформ-контроллер-хаб, который у нас есть сейчас на картинке. И тут нужно отметить то, что платформ-контроллер-хаб или PCH – это технология, которая пришла на замену вот этой концепции северного и южного мостов. То есть теперь чип, который управляет связью со всеми компонентами материнской платы – это PCH. И что интересно, в мобильных версиях процессоров Intel, начиная с Haswell, этот платформ-контроллер-хаб был тоже интегрирован в процессор, что сильно освобождало пространство на материнской плате, что и нужно в мобильных версиях устройств. Haswell вообще очень интересная микроархитектура, там можно почитать поглубже. Были серьезные изменения в инструкциях, были добавлены дополнительные инструкции, что позволяло нам использовать процессор для вычислений в различных вообще областях науки, техники и различных вычислений. То есть процессор получился довольно-таки интересным и очень долго оставался на рынке. У кого есть какие-то дополнения, буду рад очень послушать в комментариях. Спасибо, что смотрели.